И ты думаешь вообще, как дальше жить? Он же мудак, его легко забыть, зачем такой нужен? Серьезная травма в моей жизни осталась у меня, когда замуж вышла. За дело меня ударил, или может быть обокрал меня за дело, или трахнулся с другой тёлкой, но зло мне. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня будет видео по запросу, и в принципе запрос этот был не один, а несколько. И девочки просили рассказать меня об истории своей первой любви. А главный вопрос состоит в том, как вообще забыть эту первую любовь, как вот её переживаешь, потому что многие девочки думают, что ты выходишь там раз и навсегда, да, там вот влюбляешься раз и навсегда. И очень сложно потом, особенно после первой любви, как-то реабилитироваться, восстановиться, и ты думаешь вообще, как дальше жить, и полюбишь ли ты когда-нибудь ещё кого-то другого. Поэтому сегодня я вам расскажу свою историю первой любви и как я с ней справлялась. Сейчас я пришла на балкон. Мне показалось, что это такое более романтичное такое место, балкон. Рассказывать о первой любви, воспоминания какие-то. Взяла чай из себя, так что история будет не короткой. Но я постараюсь кратенько, не длинно. Малыш мой спит. И мне вообще эта тема очень интересна. Я вообще люблю вспоминать бывшие отношения. Ну, не за своим любимым человеком, конечно же, а просто вот когда мы с девчонками сидим. Потому что вообще прошлые отношения, этот опыт, да, эти эмоции. И вообще вот сейчас даже, когда уже проходит время, оглядываешься вот так назад, 10 тысяч раз меняешь своё отношение к этим отношениям, да. Из-за чего расстались, почему не получилось там, и так далее, и так далее. И очень много чего, ну, приходит на ум очень интересного. Я люблю этот анализ. Итак, начнём. История первой любви. Вообще очень сложно судить о том, какая же первая любовь у меня была. Вообще я человек достаточно влюбчивый. С одной стороны, можно это сказать хорошо, можно сказать это плохо, да. Так жизнь меня наградила, что я могу влюбляться в встречного поперечного. Могла, во всяком случае. И в какой-то момент это вообще стало определённой проблемой для меня, с которой я боролась, и удачно. Теперь это можно процессы контролировать. Раньше он был без контроля для меня. И я даже считаю, что влюблённость это какая-то болезнь. Но не суть. Это у меня есть видео отдельное, что такое любовь. И вот там я рассказываю свои философские мысли по этому поводу. Что касается первой любви, я решила разделить, то есть я влюблялась со школы, да. То есть в школе у меня была первая любовь, мы там на линейках писали, я тебя люблю. Но я не помню чувств, которые были на тот момент вообще. То есть это, видимо, просто. Вот люди начинают любить вроде бы, как нравится, да, там вот. То есть в школе это ерунда какая-то. Хотя в седьмом классе уже, в седьмой, восьмой, девятый, у меня были такие влюблённости, когда я замечала, что я там думаю о человеке постоянно, да, там, то есть прям вот такая влюблённость. Прям можно сказать, что влюблённость, да. Я писала тогда записки, вот. Ну всё оно было такое безответное. И, то есть я влюбилась, написала записку, какое-то время нет ответа, я влюблюсь в другого, в кого-то. У меня всё это было вот так. Но потом настал день Х, когда я ушла со школы и пошла в училище. И вот появилась моя первая любовь. Вот будем её назвать первой любовь, потому что это был мой первый парень. Ну, вы поняли, да, мой первый парень. Не с которым я просто встречалась, ходила за ручку. Ну, вообще, это первый парень, с которым я просто встречалась, ходила за ручку. Это первый парень, с которым я поцеловалась, и первый парень, вообще, как бы, первый парень, который сделал меня девушкой, можно сказать, да. Будем считать, что это первая моя любовь. Конечно же, для девушки вообще я считаю, что у неё есть какие-то, такие, знаете, вот первая любовь, когда она лишилась девственности. Потом там первая любовь, когда она вышла замуж. Потому что, ну, первый парень, который лишил девственности, и человек, допустим, за которого ты вышла замуж, или человек, может быть, это совсем разные люди, или человек, от которого ты родила ребенка, это могут быть совершенно разные, да. Первый парень, там, который сделал тебя не девушкой, ты можешь его уже забыть и не помнить вообще, что там как было, да. Ну, вышли замуж, ну, расписались, ну и что там, да. Хотя это уже, ну, посильнее, как бы, да, эмоции, нежели просто там. Ну, у всех по-разному, я, видимо, осужу по себе, да. А для меня, вот, допустим, человек, от которого ты имеешь ребенка, которого ты любишь, и вас связывают уже что-то больше, это уже все остальное меркнет, что было до этого, да. Вот, поэтому вот такие, что назвать первой любовью, может быть, вот сейчас то, что у меня есть и настоящая любовь, настоящая, а все остальное это какие-то влюбленности, болезненные чувства, которые ни к чему хорошему не приводят. Ну, ладно, не суть, люблю я вот это вот поразмышлять. Да, свою историю я рассказывала, как я завоевала своего первого парня, у меня тоже есть это видео, я там рассказывала, как я завоевала своего первого парня. Вот, я там в оранжевой кофточке с двумя косичками в машине сижу, вещаю. Мне он, значит, понравился, я, как всегда, своей методикой там тоже писала записки, тут я уже пошла дальше, я познакомилась со всей его семьей, у него была младшая сестра, я познакомилась с сестрой, мы там дружили, короче, я через вот так вот в обход, через его родственников, он был, они были соседями, там через дорогу жили, через его родственников, вот так вот, короче, к нему пробралась. Не помню, сколько я за ним там ухаживала, дарила подарки на все праздники и так далее, там встречала его у подъезда, когда он куда-то мимо шел, и мы там здоровались, привет, привет, как-то издалека там в темноте. Потом я предложила ему встречаться сама, и он согласился. И мы повстречались буквально три месяца, да, то есть мы три месяца провстречались, потом у нас все случилось, и через три дня он меня бросил. То есть мне есть что рассказать о том, да, о разбитом сердце. Я, конечно, была не в доумении. Сейчас я понимаю, что даже в том возрасте, мне было 16 лет, даже в том возрасте я была такая неглупая девчонка. Да, у меня были какие-то переживания, да, для меня неясность с того момента стала вообще какой-то болезнью. Я дала себе зарок, что... То есть я не понимала, почему мы расстались. Человек перестал... То есть мы перестали как-то... Я даже не помню, как мы договаривались. Мы договаривались, что типа там... Как мы договаривались? Я даже не помню, как мы договаривались о встрече, потому что не было тогда телефонов, ничего, да. То есть мы договаривались где-то встретиться, или я приходила. Что-то я не помню. Ну, короче, суть в том, что мы три дня не виделись, и я не понимала, что происходит. Короче, а его сестра все время говорила, что он занят, по-моему. Я не помню, честно, может быть, я сейчас придумываю, но я помню, что мы не видели с ним 3 дня, а потом где-то я его там выловила по дороге и подошла и спросила, что происходит, да, и он мне сказал, что что-то ему где-то кто-то сказал, короче, ну, короче, все, мы не встречаемся. Как бы я не из тех людей, которые там умоляют, скажи, почему, ходят, потом преследуют, то есть мне сказал человек нет, что ему кто-то что-то сказал, и все. Я поняла, услышала. Я, конечно, в этот момент немножко опешила, какое-то время я прям переживала, может быть, даже месяц прошел, а может, неделя, я не помню. У меня на тот момент появилась, кстати, подружка, с которой мы учились, ее только перевели на наш курс, она такая была, знаете, тоже любвеобильная девчонка, мы с ней очень долго продружили, сейчас мы не общаемся с ней. Ну, она мне так помогла выйти из депрессии, потому что она такая была немножко уже хваткая до мужчин, она уже давно, как я поняла, была не девочкой, и то есть она умела общаться с мужчинами. А у меня был первый парень, я вообще совершенно не понимала, что к чему, и тут он меня бросил. И как-то я еду в автобусе, она встретила меня, я работала, так вас продавала где-то там на остановке, я все время любила работать. И мы ехали в автобусе, и она говорит, что ты страдаешь, что это, я говорю, да вот, босса, да нафиг он тебе нужен вообще, сейчас пойдем гулять, сейчас найдем новых парней, еще лучше, круче, короче, как-то вот так. Она сумела, то есть, ну, я такой человек, да, там, я не буду депрессовать, на самом деле, что депрессовать-то, жизнь не закончена, конечно, полно других ребят еще, и как-то я подумала, что, ну да, надо попробовать. И все, и, конечно же, новые эмоции, новое общение, конечно, у меня с новыми парнями ничего не получалось абсолютно, то есть, я не чувствовала вообще парней, мужчин, встречаться, не встречаться, как себя вести. Я была еще конкретно девочка, вот здесь я была девочкой еще, то есть, мне не нужны были мужчины, я еще не понимала, что такое секс, грубо говоря, там, да, то есть, девочка-девочка, короче, ребенок была, это вот у меня подружка, она была уже такая взрослая вся, но я с ней таскалась, везде ходила, мне было интересно взрослеть вот так вот. И, конечно же, она на моем фоне была тоже такая яркая, она вся уже такая была, у нее грудь, попа вся такая вот такая, секси-пекси, а я была как какой-то солдатик, мальчик маленький, ну, как бы, то есть, ни сисик, ни попок, ничего. И вообще, какая-то вся смешная, несуразная была в то время, это только потом, к 18-19 лет мне только начало все округляться, оформляться, ну, как бы, я имею в виду, начало все расти в 16, а округляться, оформляться уже в 19. Вот, для меня был непонятный момент, почему мы расстались, и вот эта неясность, она повисла, она отложилась в такой долгий ящик. Мне хотелось набраться опыта, мне хотелось что-то понять, для себя разузнать, и еще раз встретиться с этим человеком. То есть, я понимаю, что бывают какие-то причины, причем я это делала вот всегда, то есть, всегда я встречалась вот после своего первого парня, вот этого, я всегда так делала, я встречалась с парнями, по каким-то причинам мы расставались, потом, по каким-то причинам, либо он там, ну, меня, в принципе, никто не бросал, это вот первый парень, который меня бросил, мой самый первый парень, это тот, который меня бросил. После этого я сказала, меня никто никогда не бросит, и со всеми все будет ясно. Я смотрела на девчонок, которые просто рулят ребятами, понимают их, чувствуют, чувствуют себя как рыба в воде, и когда парень вот так вот с отвисшей челюстью смотрит на тебя, и я говорю, я хочу быть такой. Я когда видела таких девчонок, я им задавала всегда вопросы, как, как скажи, как влюбить, как, как все это делать. Ну, слышала много разных версий, которые даже какие-то не понимала, женщина должна быть, иметь 10 лиц, должна быть разная. Короче, у всех свои заскоки, как бы, ну, не суть, я для себя нашла свое. Но тогда я зареклась, что я буду идти к этой цели, никто меня никогда не бросит, я ненавижу неясность, я никогда не оставлю человека, чтобы он не понимал, что происходит, почему его бросили, что он сделал там, да. То есть я всегда вот объясняю всем, да хочешь, вот бывает так, как дуракам, реально по 10 раз объяснишь, но они все равно не понимают, и это, конечно, уже не маятинна. Ну и вот, после того, как мы расстались, моя жизнь стала бить ключом, в принципе, все хорошо, но как бы сидит галочка, что хотелось бы встретиться и пообщаться с человеком, уже прошло время, может, он с кем-то бы встречался, там, то-то-сё, эмоции сошли немножко, да, и мне было бы интересно внести ясность все это. Вот, ну и через какое-то время, там, может быть, через год, я с ним встретилась, у меня то ли был его телефон, то ли как-то через сестру его встретилась, я не помню, я с ним встретилась, пришла к нему в гости, и, конечно, я уже жила в Москве на тот момент, я на всё уже смотрела как-то сверху вниз, то есть для меня я поняла, что, и хорошо, что мы расстались, это совершенно парень не для меня, но у нас совсем разные цели, разные жизни, разные взгляды, то есть совершенно, то есть я бы не хотела, когда я встретилась с ним через год, пообщалась буквально, провела время, я поняла, что это вообще не мой мир, я так жить не хочу, не буду, и этот человек не приведёт меня туда, куда нужно. И просто ушла, и больше после этого желания никогда у меня не было с ним встретиться, вот такое чувство, как первая любовь, там что-то нерешённое, незавершённое, всё, все вопросы, и я даже не спросила, я не помню, даже по-моему, я даже не спросила, почему мы расстались или чего-то, для меня как-то всё стало ясно без вопросов, что я вот сейчас даже этого и не помню, честно говоря. Как бы тут забывать нечего, время лечит всё, и травмы у меня никакой не осталось, может быть, она осталась, но несущественная, которую я не запомнила. Вот, например, могу сказать, что серьёзная травма в моей жизни осталась у меня, когда замуж вышла, вот. И тоже можно сказать, да, первая любовь, ничего себе, ты выходишь замуж за человека, да, ты связываешь с ним свою жизнь уже, всё серьёзно. Но опять же, это всё было по малолетству, да по глупости, но почему-то на тот момент я вот так вот верила, что всё это настолько вот по-настоящему один-единственный раз, и для меня была очень большая травма, когда мой человек, и я такая без задней мысли, да, который предаёт по всем фронталам, причём он предал до замужества, я закрыла на это глаза и всё равно пошла на то, чтобы расписаться, и потом остальные полгода нашего брака, они были ужасны, это было вообще ад, это, ну, это не пожелаешь врагу, то есть это такое ощущение, что ты вот такой в розовых очках, всё прекрасно-прекрасно, а если снять эти очки, ты в аду, понимаете? Насколько самовнушение, всё такое. Короче, когда я сняла эти очки, то есть я пока была в очках, все вокруг мне всё это говорили, показывали, делали, грубо говоря, ну просто, я вам так скажу, что, я не знаю, берут у тебя с кармана деньги, воруют, и говорят, ты дура, вот, а ты говоришь, ну да, дура, да, бери, ну вот, да, понимаете? И такая лапша была на уши, и такое враньё, и такое предательство, столько всего, и меня так вот закрутило головой, что я во всё это, честно говоря, поверила, и когда я сняла эти очки, это было очень тяжело снимать эти очки, потому что мы расставались два раза, и я возвращалась два раза, и пыталась как бы что-то делать, но не суть важна, пыталась помочь, да, человеку, но не суть важна, и я поняла, что всё, я поняла, что всё. Вот, короче, вот это оставило в жизни мои травмы. Как я это переживала, как я это забыла? Знаете, я просто расскажу за себя. У меня с самого детства желание красивой жизни. Я это говорю во блогах, да, там вот буквально, блог будет скоро, я там буду говорить об этом тоже. У меня желание красивой жизни с детства, и я чувствую себя не в своей тарелке, если человек не даёт мне того, что мне нужно. Да, я могу какое-то время находиться в этом, вроде бы верить во что-то, что это будет и так далее, но если я не чувствую просто, если я не чувствую в том, что я живу полной грудью, что я получаю то, что хочу, все блага, и все мои мечты и желания буквально на ладони я вижу, если этого не происходит, я не смогу жить с таким человеком, не смогу быть с таким человеком, и мне такой человек не нужен. Я уже не говорю о том, если человек меня просто там не любит, не ценит и так далее, и так далее. Просто раньше, когда мы молодые, мы этого не замечаем. Нас не ценят, нас ноги вытирают, а мы этого не видим. Да, и кто-нибудь скажет, да он тебя не любит, он тебя не ценит. А мы, как дурочки, всегда находим оправдание. Просто надо научиться это видеть, что тебя вытирают ноги, и трезво смотреть. И когда ты любишь саму себя, ты никогда не дашь никому вытирать об себя ноги. И если человек от тебя уходит, если он говорит, все, законченные отношения, значит, ты ему не нужна, значит, он тебя не ценит. Как можно за это держаться? У меня этого не было с детства. Я никогда не держалась за то, что меня не любит и отвергает. Даже человек, который, вот я говорю, травма, да, при всем при этом, что он делал, то есть это уже второй этап такой, да, ну, тоже простой достаточно, но второй этап, чтобы разглядеть. То есть одно дело, когда тебе говорят, я тебя не люблю, я не хочу быть с тобой, а ты бежишь за человеком. Ну, это вообще бред, да. Другое дело, когда человек делает гадкие поступки, которые говорят, что он тебя не любит, но при этом он тебе говорит, я тебя очень люблю. Вот, тут уже сложнее, да. Он же говорит, что любит меня, а делает гадкие поступки. Надо смотреть на поступки, а не на то, что он говорит. Ну, для нас, для лопушек маленьких, да, там, сложно. Сложно это как-то там. Особенно, когда мы тоже чувствуем что-то. Это очень сложно разобраться, любит он все-таки или не любит. Может, он за дело меня ударил, или, может быть, обокрал меня за дело, или трахнулся с другой тёлкой. Назло мне. То есть мы всегда находим оправдания эти. Это как бы такие простые способы. Там дальше ещё сложнее идут всякие вихреватые отношения, замутные, где ты реально закручиваешься, замучиваешься и вообще не поймёшь, ценит тебя человек, не ценит. И это может оценить. А ты этого не видишь только потому, что это чувство. Влюблённость, слепая. Только поэтому. Поэтому наши подружки всегда нам на помощь, те, которым мы доверяем. Просто спросите у них, как ты думаешь, как он ко мне относится и так далее, и так далее. Просто прислушивайтесь к своим подругам, друзьям со стороны, потому что у них непредвзятые отношения. Они не любят этого человека. И они не запилены влюблённостью этой. И они могут трезво мыслить. Любят, не любят, как относятся по-настоящему. Понимаете? А когда девушка влюблённая, она трезво оценивать не может. Она будет его оправдывать. Всякие поступки. Как зовут? Всё просто. Если человек от тебя отворачивается, нахрен он нужен? Пошёл он вон. Пусть он ищет любого другого человека. Если ты накосячила по какому-то поводу, и человек тебя бросил, просто сделай выводы. И всё. И тоже отпусти. Ну, уходит человек. Отпускаем. Как забыть, если он мудак, и ты его бросила? Вообще, как бы, время лечит вообще очень быстро. Он же мудак. Его легко забыть. Зачем такое нужно? Всё в нашей голове. Вообще, я, честно говоря, не придаю очень много значения, не придаю очень много значения влюблённости. Для меня влюблённость – это болезненное чувство. Не в том смысле, что болезненное, там, больно как-то, да? Нет. А болезненное в смысле очень многие симптомы, как человек, ты просто, знаете, простыл, да? Вот сравниваю с такой какой-то простудой. Человек влюблённый, он, короче, всё, он ничего не видит, видит только достоинства этого партнёра, хотя это полностью может быть конченый человек. Но ты влюблён, и ты видишь только достатки его. У чувства влюблённости есть временные симптомы, то есть это всё временно. Чувство влюблённости не может быть долго. Оно проходит, и вот когда оно проходит, вот тогда мы начинаем видеть истинное, истинное человека, который перед нами. Я надеюсь, я ответила девушке на вопрос, которая спросила меня, как забыть парня. Вот мои советы. Я рассказала свою историю любви первую, и вот как я не переживала, не переживала судить вам. Надеюсь, моя история любви была вам интересная. И да, как я и сказала, по нарастающей, да, там первый парень, потом первое замужество. И сейчас я с человеком, от которого у меня ребёнок. И по-моему, это самое, что ни на есть. Первая любовь, первые настоящие чувства, семья, и первое вообще что-то настоящее. Всё остальное, какая-то ерунда была. А это вот всё на всю жизнь реально. Это любовь, которая родила что-то. Ну, и лично у меня так. Я понимаю, что у всех может быть по-разному. Мужчины бывают, уходят из семьи, бросают своих детей, не помогают им, мозги там как-то трепят вообще. Поэтому это, наверное, у каждого индивидуально. У меня пока так. Не факт, что у кого-то может так. Бывают дети от разных мужей, да? Короче, мужик, который сейчас с вами, который классный, который делает вас счастливой, тот и есть сейчас ваша настоящая первая любовь. Всё, девочки. Я желаю вам любви, цените себя, любите себя. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что девочки себя недооценивают, недолюбливают. И я вам так скажу, вот любите себя. Насколько вы себя будете любить, настолько будут вас любить и другие. И вообще требуйте любви к себе больше. Ну, конечно, надо уметь и отдавать тоже. Нормально. Всё, я вас очень люблю. Целую, будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok